Быть или не быть муниципальному транспорту – ответ на столь острый вопрос пытались найти участники круглого стола. В дискуссии на заданную тему свое мнение высказали депутаты, ученые и организаторы городских пассажирских перевозок. Был также установлен телемост с Москвой. В прямом эфире к диалогу подключились эксперты из столицы, из соседнего Новосибирска. В числе приглашенных был и депутат Омского городского совета из фракции КПРФ Иван Ивченко. Не в первый раз представители разного уровня власти, ученые и коммерсанты собираются на разных площадках, на заседаниях горсовета, чтобы обсудить проблему качества пассажирских перевозок. Муниципальные транспортные предприятия на грани, у края пропасти. Об этом разговоры ведутся на протяжении четырех лет. Результат нулевой. С тех пор проезд в общественном транспорте значительно подорожал. Недешевым удовольствием стал и проездной билет для всех категорий граждан. Гражданский увеличился почти в три раза. Сейчас 1830 стоит. Кстати, замы мэра города Омска не знают даже, сколько стоит проезд, не говоря уже о стоимости проездного. А школьный проезд увеличился почти в 10 раз. Стоил 95 рублей. Сейчас он стоит 830 рублей. То есть бьют по незащищенным слоям населения. По признанию директора департамента транспорта Алексея Мартыненко, маршрутная сеть города давно не менялась. Однако инфраструктура мегаполиса постоянно развивается. Поэтому сегодня мы имеем то, что имеем. Доля пассажирских перевозок в муниципальном транспорте падает. Сегодня она составляет всего 25%. 75% в маршрутках, которые ходят по принципу «здесь густо, а там пусто». Может легче предотвратить, чем бороться с последствиями. Еще вчера надо было вырабатывать стратегию пассажирских перевозок. У чиновников другой принцип. Пока жареный петух не клюнет. Запланировано на сегодняшний момент в ближайшее время провести изучение пассажиропотока в городе Омске. И исходя из этих данных создать оптимальную маршрутную сеть. За круглым столом звучат разные мнения. Каждый тянет одеяло на себя. Ученые предлагают свои услуги по формированию маршрутной и транспортной сетей. Участники телемоста делятся своим опытом организации пассажирских перевозок. Бизнесмен-перевозчик Владимир Геворгян считает, что муниципальный транспорт спасать не нужно. В итоге к общему знаменателю так и не пришли. Поговорили и разошлись. Я ожидал немножко другого от этого круглого стола. Но я думаю, что мы эту тему будем поднимать на комитетах в Омском городском совете, на непосредственно самом заседании городского совета. Будем вносить различного рода поправки. Работаем в этом направлении и, скажем, надеюсь на какие-то положительные результаты. Депутаты-коммунисты предлагают конкретные шаги. Первым делом перевести всех частных перевозчиков на регулируемые маршруты. Тогда они будут отчитываться перед региональной энергетической комиссией за каждый рубль. Кого-то наверху такая перспектива не устраивает. Слишком лакомый кусок – нелегальные пассажирские перевозки.